Книга «Открытым оком», тема «Женщины», пятый том, вопрос 1403. Ева соблазнилась на плод от древа познания добра и зла. Чего ей не хватало? Как могло в ней возникнуть такое грешное желание? Ведь она была святая, отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Ева знала еще до согрешения о названии этого древа. При ознакомлении со своим хозяйством Иегова его уже обозначил. И на всем как бы висела табличка «Что и к чему?» Бытие 2.17. «А от древа познания добра и зла не ешь от него, ибо в день, в который ты вкусишь от него, смертью умрешь». Само название древа этого как бы уже вызывало подозрение. «Знаю ли я что-то, если только здесь есть знание, и при том в такой глубоко философской сфере познание добра и зла?» Интригующе заманчиво, а то ты искуситель. Может быть, дьявол уже видел, что Ева все время поглядывает и крутится где-то вблизи, ища, быть может, разрешение своему недоумению. Еве не хватало знания того, все ли она уже знает, не обманул ли ее Бог. Чем же тогда она отличается от скотины, если не знает добра и зла? Все было одинаково благословенно. Нас тоже тянут переезды, перестановки, разговоры с незнакомыми, книги и знания новые. Афиняне же все, и живущие у них иностранцы, ни в чем охотнее не проводили время, как в том, чтобы говорить или слушать что-нибудь новое. К святым-то более всего и подходят такие желания, вкушение запретного плода, так как они его еще и не щупали. Вот они и осыпаются, как недозрелые смоквы, когда к их кельям приближается путана. Квартет почти по крылову. Проказница-мартышка, осел-козел, да косолапый мишка. Затеяли сыграть квартет и доказать, что Бога нет. Сначала выступил осел, по атеизму лектор. Я изучил, сказал он, все от солнца до молекул, но в микроскоп бросая взгляд и в телескоп взирая, не видел я, признаюсь, ад, не видел я и рая. И изучив все хорошо, изрек осел-профессор, я точно к выводу пришел, Бог тормоз для прогресса. Товарищ прав, сказал козел, с наукой и искусством гранит религии сгрызем мы, как качан капусты. Критиковал он в свой черед Христа, Аллаха, Будду. Козла опустили в огород, точнее на трибуну. Мы Бога не нашли нигде, орал он в речи длинной. Слюна текла по бороде напыщенной козлиной. И в заключении козел, наговоривший много, призвал отправить на костер всех верующих в Бога. Потом к трибуне подошла красавица-мартышка и речь свою произнесла, помпезничая, пышно. Нам надо старая ломать, мы посетили космос, и людям я скажу, как мать долой былую косность. Мы перестроим старый мир, по всем хвостам ударим, чтобы мартышкам стать людьми, как призывал нас Дарвин. На свой хвостатый атеизм усевшись, как на кресло, она назвала атеизм орудием прогресса. На Марсе мы сорвем банан, продолжим в космос рваться. С трибуны спрыгнула она под громкий гром овации. Подвел итог всему медведь, наш косолапый мишка. Как барабан он стал греметь, блеснув своим умишком. Осел, мартышка и козел нам объяснили точно, что в бога веровать позор, вот вывод мой, и точка. Тут появился соловей. Чтоб знать о боге, звере, нужны вам уши понежней, а также очи веры. Медведь не выдержал. Друзья, за действие такое я предлагаю соловья отправить на жаркое. Пусть нам послужит на обед пернатый хвостунишка, чтоб знали все, что бога нет, и возражений тоже нет. И топнул лапой мишка. С ним согласился комитет. Атеистический квартет устроил в честь свою банкет. Конечно, жалко соловья, но есть божественный судья, а Савченко.